МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С основными событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Руссул. Здравствуйте в этом выпуске. Мэр города Нарьинмара отчитался перед депутатами горсовета о проделанной администрации работе в 2020 году, особо отметив деятельность муниципальных предприятий. Чем быстрее спасательная поисково-десантная группа окажется на месте авиационного происшествия, тем больше шансов успеть сделать все необходимое для сохранения жизни людей. Под громкие аплодисменты зрители началась презентация сборника воспоминаний жителей Ненецкого округа об их детстве и юности в году Великой Отечественной войны. И в начале выпуска о ледовой обстановке на реке Печора. В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории региона не выявлено. По данным, на 8 утра 30 апреля голова ледохода остановилась в районе села Окуневнос. Подвижки распространились до Йормицы. На протяжении участка от Окуневоноса до Йормица там у нас находится ледоход различной интенсивности. Значит, на территории НАО Ненецкого автономного округа до Устья у нас ледостав за крайными. Происходит стабильный рост уровня воды в пределах 6-30 сантиметрах за сутки. И подход ледохода к границе Ненецкого автономного округа у нас по прогнозу 7 мая. А прохождение ледохода в районе города Наринмар 12-13 мая. Уровни ледохода ожидаются на низких и средних уровнях. Прогнозируемая отметка 500 сантиметров. При формировании заторов она может достигать 600 сантиметров. Толщина льда у нас в этом году очень большая. И, конечно, у нас уровни очень низкие. Толщина льда у нас большая. Поэтому могут возникать заторы. Но они могут возникать. Но единственное, что они будут удерживаться какой-то длительный период времени. Потому что уровень воды маленький. И пока он накопится, чтобы подтолкнуть этот затор для того, чтобы он вышел ниже по течению, будет требоваться время. Первомайская демонстрация, аппарат Победы и бессмертная полка в Ненецком округе перенесены. Такое решение было принято на заседание оперативного штаба по профилактике COVID-19 в регионе. Власти Ненецкого автономного округа решили перенести первомайскую демонстрацию и очные праздничные мероприятия к 9 мая, чтобы не подвергать риску заболевания коронавирусом жителей региона. Как отметила в ходе заседания штаба, исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, Елена Левина, жители округа сейчас начнут массово выезжать на каникулы. Большинство из них не привиты. А между тем, часть регионов уже подтверждает начало третьей волны заболевания коронавирусом. Причем у третьей волны более высокая заразность. Высокий риск заболевания сохраняется для людей старшего возраста, имеющих хронические заболевания. Ограничения на проведение физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан продлены до 31 мая. Для участия в Бессмертном полку жители округа могут зарегистрироваться на сайте 2021.polkrf.ru. Также в Ненецком округе пройдут акции «Окна Победы», «Фонарики Победы» и другие, не подразумевающие массовости. На сессии городского совета глава Нарьинмара представил ежегодный отчет о деятельности городской администрации и муниципальных предприятий за минувший год. В своем докладе Олег Белак отметил, что 2020 год стал непредсказуемым. Проверил всех на прочность, заставил искать необычные решения. Тем не менее, как отметил в своем докладе Олег Белак, мэрия выполнила все задачи, поставленные на 2020 год. Было продолжено техническое обновление предприятий, благоустройство территорий, переселение из ветхого и аварийного жилья, ремонт муниципальных квартир. Глава города подробно рассказал депутатам о финансово-экономических и производственных показателях работы пяти муниципальных предприятий, в которых трудится более 730 человек. Олег Белак отметил, что все предприятия вышли на платы стабильности и поступательного развития. Отдельно бы хотелось остановиться на комфортной городской среде. Мы с вами прекрасно понимаем, насколько это важное и благодарное направление, которое мы начали реализовать в 2018 году. И, безусловно, в этом году, в преддверии и парламентских выборов, и тому вниманию, которое уделяется, и какой отклик имеет у населения, мы хотим сказать, что как раз именно специалистами МКУ, их инженерным надзором, качественным проведением торгов. За короткое северное лето в Наринмаре были выполнены все работы по благоустройству. В Наринмаре появились три новые спортивные площадки в районе улиц Комсомольска, Менщиково и Мурманска. Обновлена детская площадка Паулина 33Б. Пустырь на улице Перепа стала удобной парковкой. На въезде в город установлена малая архитектурная форма с архитической тематикой. Напомним, в эти дни идет онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. До 30 мая на платформе 83.горсреда.ру каждый житель округа в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за одну из трех территорий, расположенных в Наринмаре. Все территории, участвующие в голосовании, предложены горожанами. Это спортивная игровая площадка в районе дома номер 34 по улице Первомайской. Прогулочная тропа в Сахалинском лесу и спортивная игровая площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. По вопросам онлайн-голосования можно позвонить на горячую линию по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Горячая линия работает в будние дни с 8.30 до 17.30. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Председатель собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации, которое проходило в Санкт-Петербурге. Парламентарии обсудили задачи по реализации послания президента Российской Федерации к Федеральному собранию, а также вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией. В повестке заседания значилось обсуждение задач по реализации послания президента Российской Федерации к Федеральному собранию, а также вопросов, связанных с актуальной на сегодняшний день темой – предстоящими выборами в Государственную Думу Российской Федерации. Выборы надо проводить честно и прозрачно. Это первое. Второе. Как я уже сказал, что все люди, которые выдвигаются, они достойные люди, они достойные и уважения, и это грамотные, состоявшиеся люди, которые имеют здоровые амбиции, но в то же время он уберег от пустословия и неоправданных обещаний, которые порождают потом в дальнейшем неоправданные ожидания. Президент Владимир Путин сделал акцент на то, что выборы должны быть максимально честными и прозрачными, а предвыборная борьба – уважительные друг к другу. У нас выборы на территории проводятся действительно прозрачно и честно. И когда мне говорят о том, что возможно подтасовать выборы, осуществить какие-то взбросы, я говорю, придите в изобретательную комиссию, попробуйте куда-то прийти и предложите им это, и вы получите, наверное, тот ответ, который ожидаете. Потому что никто на это никогда не пойдёт. Кроме того, в повестке заседания значились вопросы, связанные с пандемией, коронавирусной инфекцией и работой с зарубежными партнёрами. Представитель Государственной Думы Вячеслав Володин, тоже говоря о текущей ситуации, упомянул и то обстоятельство, что действительно и ковидная ситуация, и всё, что с ней связано, нам наши, так сказать, партнёры, особенно западноевропейские страны, которые советуют, как нам выстраивать здесь работу, как нам жить, как нам определять политическое будущее. Он весьма критично отозвался об этих посолах, об этих советах. Напомню, Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании является совещательным и консультативным органом при Палатах Федерального Собрания Российской Федерации. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В рамках общероссийской тренировки «Газвыборы» продолжается приём заявлений для участия в тестировании дистанционного электронного голосования. Подать заявление на портале госуслуги.ру может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтверждённую учётную запись. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. По статистике в России участие в голосовании принимает далеко не 100%. Причины бывают самые разные. Например, Василию Хатанзейскому не всегда удаётся найти время, чтобы отдать свой голос. Поэтому новый формат исполнения своего гражданского долга пришёлся юноше как раз к стати. Узнал я о таком голосовании из местных СМИ. Я сам зарегистрирован в Коми-республике, но сейчас проживаю в Ненецком автономном округе. Для меня было это очень удобно. Потому что я сейчас, допустим, не могу находиться в Коми-республике. И иногда я просто забываю подать заявление о досрочном голосовании. Такой способ онлайн-голосования даст возможность нести свой голос, даже находясь на прогулке. Проголосовал удалённо. Точнее, подал заявление на голосование в удалённом режиме с помощью портала госуслуг. Данная функция позволит людям, которые испытывают сложности передвижения, то есть являются маломобильными, беспрепятственно, не выходя из дома, собственно, изъявить свои конституционные права на избирание власти. То есть мы можем сказать, что это полноценная условная доступность, в общем-то, без каких-либо, скажем так, личностей, вложений от человека. Внесём ясность, электронное голосование не будет применяться в этом году на выборах в Государственную Думу на территории Нинецкого округа. Центральная избирательная комиссия проводит предварительное тестирование во всех субъектах Российской Федерации. Сегодня, в этом году, до 7 мая, Центральная избирательная комиссия пробует силы, сравнивает возможности разных регионов на предмет внедрения в дальнейшем вот этой новой формы дистанционного электронного голосования без документарного, без голосования, без бюллетеней. То есть бюллетень, он существует, но он существует не в бумажной форме, а в электронной. Это такой закодированный с помощью специальных средств криптозащиты сигнал, который никто не может расшифровать, до того, как он попадает в конечную точку уже процесса, в специальную территориальную избирательную комиссию по электронному голосованию. Как проходит голосование? Гражданин заходит на портал Госуслуг. Для этого потребуется паспорт. Мы заходим. Может быть, если вы запамятовали свои данные, свои пароли, то понадобится здесь еще страховое свидетельство, СНИЛС так называемый. Вот я эти все операции уже произвел. Я сейчас нахожусь в своем личном кабинете в Госуслугах. Здесь есть вот такой баннер «Общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования». Я вхожу сюда. Появляется предупреждение, сколько времени осталось до завершения подачи заявления. Далее гражданин кликает на кнопку «Подать заявление». Затем проверяет правильное заполнение паспортных данных, прописки. Дает согласие на обработку персональных данных. Следом на телефон приходит СМС с кодом подтверждения. Заявление подано. Для тех избирателей, которые в день голосования будут находиться в отъезде, в командировке или на отдыхе, по путевке где-то или на лечении. Для тех, кто просто не любит покидать свой дом. Вот такая вот интересная совершенно история. Поэтому мы ее рекомендуем всем попробовать, даже тем, кто останется приверженцем традиционной формы голосования бумажного бюллетеня. Отдать свой голос за кандидатов дистанционно можно будет с 12 по 14 мая 2021 года. Избиратели НАУС могут проголосовать за кандидата по одномандатному избирательному округу и за партийный список. В электронных бюллетенях не будет конкретных фамилий и наименований партий. Напоминаем, это тестирование электронного голосования. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Диктант Победы написали жители Ненецкого округа. Акция посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и проходит в 75 странах мира. В нашем регионе диктант Победы можно было написать в формате онлайн и непосредственно на площадках. Краеведческом музее, Общественной приемной «Единой России» и Администрации Заполярного района. Акция объединяет почти 16 тысяч площадок в России за рубежом, всего в 80 странах мира. Мероприятие проходит при поддержке Минпросвещения России. Диктант Победы – это патриотическая акция, которая проводится в рамках партпроекта «Историческая память». С организаторами в Ненецком округе выступают Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа и Общественное движение «Волонтеры Победы». В этом году участие в акции принял губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. С каждым годом расширяется круг зарубежных стран участников акции. Уже стала традицией проводить диктант Победы в Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египте, Киргизии, Китае, Молдове, Сербии, Таджикистане, Турции, Узбекистане. А в этом году об участии в акции заявили Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург и Эфиопия. Акция «Диктант Победы» проходит в третий раз. В прошлом году в ней приняли участие свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах. Из них очно более 450 тысяч. Как помочь всем, до кого невозможно добраться наземным транспортом? Как спасти тех, кто оказался в труднодоступных местах? Ответ на этот вопрос знают сотрудники Нарьинмарской региональной поисково-спасательной базы. О тех, кого не пугает высота, в сюжете Елизаветы Кабановой. Раннее утро для многих начинается с кофе. Но только не для тех, от работы которых буквально зависят человеческие жизни. Спасатели Нарьинмарской региональной поисково-спасательной базы совместно с пилотами готовятся к очередной ежемесячной тренировке. И все для того, чтобы в экстренных случаях их действия были отработаны до автоматизма. Экипажи должны владеть навыками ведения радиотехнического и визуального поиска, посадки с подбором с воздуха днем и ночью, десантирования парашютистов и выполнения подъема спусковых работ с применением спусковых устройств и бортовых вертолетных лебедок. Сначала спасатели готовят место для приземления парашютистов. Яркий крест, как ориентир. Ведь чем быстрее спасательная поисково-десантная группа окажется на месте авиационного происшествия, тем больше шансов успеть сделать все необходимое для сохранения жизни. Ну давай, кутал против федора поставь. Нарьинмарская РПСБ была создана в конце 2008 года и уже более 10 лет несет круглосуточное дежурство по поисково-спасательному обеспечению полетов. Совместно с дежурными экипажами вертолетов Ми-8 Нарьинмарского объединенного авиаотряда для поиска и спасения пострадавших в авиакатастрофах и оказания помощи терпящим бедствия на море. Десантирование с вертолета происходит с высоты 20 метров. Спасатели спускаются на землю при помощи специального механизма. Как правило, к этому методу прибегают случаи, когда нужно провести экстренную эвакуацию больного с места, куда не может приземлиться вертолет. Прыжки с парашютом, а также десантирование на спусковых устройствах с вертолета выполняются спасателями по несколько раз за двухчасовую тренировку. Главное здесь – слаженная работа в команде. Стать спасателем может не каждый. Физическая и моральная подготовка – важный аспект. Денис Шевелёв пришёл в региональную поисково-спасательную базу в 2009 году. С того момента он совершил уже более ста прыжков с парашютом. Здесь нужно очень много думать. Всё это кажется красиво, весело и интересно. Но на самом деле это в основном работа вся происходит внутри организации, на базе, когда всё просчитывается, всё высчитывается, как говорится, до мелочей. Как это будет происходить, когда, на чём. И на самом деле всё равно всё происходит так, как оно получится. С наступлением летнего периода тренировки спасателей продолжатся, но будут немного изменены условия. Основной упор будет сделан на оказание помощи людям, которые претерпели бедствие на воде. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В четвёртый раз в Ненецком округе прошёл конкурс профмастерства «Обилимпикс». Это международное некоммерческое движение зародилось в Японии в 1971 году. «Обилимпикс» или по-другому «Олимпиада возможностей». Это чемпионат по профессиональному мастерству. Возраст участников варьируется от 14 и до 65 лет. В этом году мы проводим чемпионат по девяти номинациям. Часть компетенции для взрослых, часть для школьников и часть для студентов. Для студентов у нас компетенция обработка текста, для взрослых у нас вязание крючком, спицами и предпринимательство. Остальные компетенции для школьников. Для участников этот чемпионат – возможность не только показать свои умения, но и встретиться со своими друзьями. Для школьников в этом году были подготовлены интересные компетенции. Например, одна из них – резьба по дереву. Мы вырезали линии и треугольники. Их надо вырезать ровно, чтобы не было осечек всяких, и аккуратно, чтобы не было порезов. Я резьбой по дереву занимаюсь редко, потому что иногда бывает лень. Поэтому не очень хорошо умею вырезать. Но я все же знаю азы, поэтому вырезаю. Чемпионат проходил на трех площадках – в самом Центре развития образования, в Детской школе искусств и во Дворце культуры Арктика. В дни чемпионата были не только соревнования, но и различные деловые программы. Например, тестирование ребят на профориентацию. Ребята проходят диагностику и им даются рекомендации, в какой области им лучше применить свои знания, умения и навыки. Также мы проводим круглый стол для специалистов образовательных организаций. Те люди, которые заняты с воспитанием и обучением данной категории людей, они тоже приобретают определенные знания, получают методические рекомендации, как лучше и правильнее направить ребят в ту или иную профессиональную область. По итогу чемпионата были выбраны победители и призеры во всех компетенциях. Их наградили дипломами и призами. А победители отправятся на всероссийский этап Абилимпикса. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Антон Вудряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе состоялась презентация сборника воспоминаний жителей региона в годы Великой Отечественной войны. О том, как прошло мероприятие, расскажет мой коллега Василий Хатанзейский. Под громкие аплодисменты зрителей началась презентация сборника воспоминаний жителей Ненецкого округа об их детстве и юности в годы Великой Отечественной войны. В этот сборник вошли 57 воспоминаний наших земляков, которые пережили в тылу здесь, в Ненецком автономном округе, сложное военное время и рассказывают об этом времени своим землякам. История написания сборника началась достаточно давно, еще 20 лет назад. Первооткрывателем этой темы является Тамара Андреевна Дуркина, которая издала небольшую книжечку, мы ее даже называли брошюркой, «Война прошла через Калюш». Осознание ценности этой книги пришло спустя фактически 20 лет. Сегодня мы понимаем, какой материал здесь для патриотического воспитания молодежи заложен и раскрывает собственную историю города Наринмара. Сборники будут распространены в музеи, домокультуры и учебные заведения округа. В наше время очень важно сохранять и передавать будущему поколению историю наших предков, которые подарили нам победу. Василий Хатензейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды и до встречи в эфире.